Девушки отдыхают Веди Левый коридор Отличный проводник Давай вперед Одно неверное движение И ваш посол больше не увидит Нильфгардского солнышка Мои люди не выпустят тебя живым Но ты можешь об этом попросить, посол? Я верю, что ты попросишь Венуаль Тайп Мадсон получил приказ от самого императора Он скорее умрет, чем отдаст тебе Мирикольд Пускай умирает Это ты, ты умрешь Какой ты нудный Шевелись На что тебе сдалась эта чародейка? Иди Надеюсь, ты мне не влюбился? Скверный выбор Ты ничего не добьешься этой болтовней С дороги все Иначе старик умрет Не с места! Я не шучу Я знаю Не трать время зря Убей его сразу Мы отсюда не уйдем Ренуаль Тот, кто принесет мне голову ведьмака Получит орден за заслуги Ну, посол Фитц Эстерлен Ваше превосходительство Приказ из столицы Теперь придется вас всех убить Чего ждете? Начина constellась Приказа Не мозг Мы подпределяем Посол Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Скинь топлик! Вы позор для Империи! Щитники, вперед! Скинь топлик! Скинь топлик! Продолжение следует... 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 Я тебе об этом рассказал. Это важно? Мне не нравится, когда заговорщики вдруг начинают откровенничать. Телепортация в Эйдирн прошла не слишком удачно. Меня сильно потрепало. Я встретил тролля, который в тебя влюбился. Он спас меня. Перевязал мне раны, но потом начал обращаться со мной, как с канарейкой в клетке. И я убежала. Я знала, что Филиппа где-то рядом. Я решила пойти к ней и раскрыть карты. Возможно, Лето этого и добивался. В ее доме я застала только какую-то женщину. Я подумала, что это служанка или любовница Филиппы. Но едва я успела открыть рот, как меня парализовало заклинанием. Я не ожидала атаки. Я не могу описать боль во время компрессии. Как будто тебе ломают все кости. Но хуже всего возвращаться в нормальный облик. Филиппа даже не догадывалась, что ее подружка шпионит на Нильфгард. Так я оказалась в Лукмуине. Но расколдовала меня Асире перед тем, как ее убили. Потом Шиллерд допрашивал меня, но ничего не узнал. Если бы не ты, меня бы четвертовали. В подземелье я соединила все детали головоломки в одно целое. Теперь ты знаешь все. Саския знала о планах ложи? Она даже не знала о ее существовании. Она поверила в сказку Филиппы, что чародейки бескорыстно поддержат независимое государство в долине Понтера. Саския получила поддержку народа. А Филиппа поддержку Саскии. Своими чарами Филиппа лишила Саскии воли. Этого следовало ожидать. Филиппа любит, когда все под контролем. Она просчиталась, приехав в Лукмуине. Родовит бросил ее в подземелье и приказал ослепить. Не может быть! Я был при этом. Кто в таком случае заказал убийство Фольтеста? Понятия не имею. Может, после удачного покушения на Димовенда Шиала с Филиппой решили пойти еще дальше? Вряд ли. Смерть Димовенда открыла путь к власти над долиной Понтера. Через год люди бы забыли про это убийство, а ложа продолжила бы воплощать свои замыслы. А вот убивая Фольтеста, они должны были понимать, что люди вроде Раши не успокоятся, пока не узнают правды. Одно я знаю точно. Фольтеста убил Лето. И Шиала с ним в сговоре. Ты поняла, что делала Шиала во флотзаме? Сомневаюсь, что она ездила туда только за ингредиентами. Конечно, нет. Тут должна быть какая-то связь с Лето и с Каетаэлеми. Чего она хотела от Ервита? С Каетаэлеми – это главный козырь Саски. Подозреваю, что Шиала собиралась заручиться поддержкой белок на случай войны с Хенсельтом. Ну, пока вопросов достаточно. На переговорах мы узнаем гораздо больше. Ты собираешься там присутствовать? Но ты же потерял память. А значит, не представляешь, как выглядел мир до резни Натанеди? Представляю. Ты хочешь сказать? О моей памяти поговорим позже. Ну, хорошо. При Совете и Капитуле до убийств королей дело бы не дошло. Не было бы таких погромов. Сейчас у нас есть шанс воскресить эти организации. И его нельзя упустить. Нормальные отношения между властью и магами-советниками – это единственный шанс на мир. И конец для ложи. Ложи и так конец. Но если короли узнают, что за убийствами стояла ложа, начнется охота на ведьм. И мы можем этому помешать. Я хочу наказать виновных, но я против коллективной ответственности. Поэтому я пойду туда и расскажу все, что знаю о преступлениях Филиппы Эйльхард и Шаалды Детонсервиль. Идем. Ну, Геральт, ты в своем репертуаре. Они слишком слепо верили своему командиру. И ты убил всех. Это не был несчастный случай. Разделимся. Трис. Ну? Я не хотел бы второй раз вытаскивать тебя из этой каши. Я справлюсь. Встретимся на переговорах. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...